В сегодняшнем видео я расскажу вам, как проснуться в 5 утра, даже если вы не жаворонок. Итак, начнем видео с очевидного. Зачем кому-то в этом мире вставать в 5 утра? Это же безумие, так? Ведь никто не просыпается в 5 утра. Но в этом и вся суть. Вам нужно проснуться, чтобы у вас было время побыть эгоистом. Сфокусируйтесь на себе, позаботьтесь о своем теле, потренируйтесь. Без чувства сожаления уделите время самому важному активу, который дан вам при рождении. Фишка в том, что вы расширите свое свободное время. Как я и сказал, в этот промежуток времени вы можете эгоистично сфокусироваться на том, что важно для вас, на что вы часто забивали. Второе большое преимущество. Вы будете счастливее, более довольны, потому что в 8 утра, когда все только едут на работу, вы уже бодры, как 3 часа, уже потренировались и плотно позавтракали. Собственно говоря, вы уже чувствуете себя состоявшимся. Ну что, друзья, теперь перейдем к деталям раннего подъема, как постоянно вставать в 5 утра. Все начинается накануне. Первое в моем списке – наладьте режим сна. Хоть и звучит просто, но дает невероятную силу. В 7 вечера каждый день мы кладем электронику в кроватку. У них нет собственной спальни, но мои дети знают, что их нужно поставить на зарядку на кухне. Мы так делаем, потому что не нужно смотреть в экраны за 2 часа до сна. Но что более важно, у нас есть распорядок. В 8 вечера, угадайте что? Время купаться. Дети чистят свои зубы, взрослые чистят свои. Каждый готовится ко сну. И в 9 вечера все в кроватях. И это происходит постоянно? Нет, не всегда, но мы стремимся к этому. У нас есть система, и мы ее придерживаемся. Следующий совет для раннего подъема покажется очевидным. Ограничьте ваш прием кофеина. По утрам, по вечерам. Я вижу так много людей, пьющих кофе. Даже если это кофе без кофеина, он все равно там остается. Я сам не пью кофе позже 10 утра. Да, иногда я нарушаю, но я вам говорю, я никогда не пью его позже полудня. Потому что я знаю, если я хочу спать ночью, то мне нужно 8-9 часов для выведения кофеина из организма. Со следующим советом придется смириться. Не пить алкоголь по меньшей мере, чем за 5 часов до сна. Да, может показаться, если выпить, то проще уснуть. Но сон не будет полноценным. Когда вы уснете, вы будете переходить в фазу глубокого сна реже, чем нужно. Следующий совет для раннего подъема. Обустройте свою спальню так, чтобы вы могли спать. У вас есть телевизор в комнате? Уберите его. В этой комнате не должно быть электроники. Даже телефона. Не используйте его в качестве будильника. Купите настоящий будильник. Теперь поговорим о спальне, а именно про кровать. Вам нужен хороший матрас, на котором вам комфортно. Если вам неудобно, вы крутитесь множество раз за ночь, вы не получите хорошего сна. Теперь посмотрим на простыню. Они тоже должны быть комфортными. Вы когда-нибудь заселялись в отель, где ощущение от местных кроватей просто вау. Так почему вы не можете потратить деньги на хороший матрас и постельное белье, чтобы вы мечтали вернуться в свою кроватку? Наконец, поговорим о температуре. Это уже индивидуально, но для себя я обнаружил, что температура пониже помогает мне уснуть. И почему-то мне нравится держать ноги открытыми. Я обнаружил, что прохлада позволяет мне спать лучше. Но есть исследования, которые показывают, что тепло также помогает людям уснуть быстрее. Это зависит уже от самого человека. Пятый совет, и это высший пилотаж. Не так много людей говорят об этом. Будьте в предвкушении от следующего утра. Помните, как в детстве вас собирались отвезти в Диснейленд, и вы просто взлетали из своей кровати в 4 утра? Задумайтесь об этом. Предвкушайте следующий день. Что он вам обещает? Скажите себе перед сном или с утра. Это стоит развивать. Вы будете чувствовать, какая вам выпала честь. Насколько вам повезло быть собой. Вас настигла удача. Вас ждет этот день. Напоминайте себе об этом. Если вы этому научитесь, вы будете просто взлетать с постели. Далее поговорим о смарт-будильниках. Огромное разнообразие различных функций. Даже есть солнечный будильник, который наполняет комнату светом, когда вам нужно проснуться. Некоторые могут взять себе на вооружение. А кому-то может подойти обычный будильник часы, которыми вы никогда не пользовались. И если вы купите такой, то выбирайте без кнопки повтора. Иначе после нажатия на эту кнопку лишь одно слово будет характеризовать ваше утро. Это прокрастинация. И эта штука в руках господа не является будильником, который должен быть в вашей комнате. В другом месте возможно. Но не используйте телефон как будильник в своей спальне. Это плохая вещь, особенно если спать с ним в обнимку. Мой следующий совет для раннего подъема? Пусть рядом с кроватью будет стакан воды. В пять утра, когда вы проснетесь, выпьете эту воду и вы будете чувствовать себя отлично. Даже если вы снова ляжете спать, через десять минут вы побежите в туалет. Следующий совет очень мощный и полезный, если вы не встаете рано постоянно. Вам нужен тот, кто будет поддерживать в вас чувство ответственности. Для большинства из нас это работа. Да, мы должны показаться вовремя или нас уволят. Одна из форм ответственности. Так почему бы не применять это и к подъему? Пусть вас кто-то ждет в зале в шесть утра. Это работает мощнее, чем какое-либо приложение на телефоне. Мой следующий совет для постоянного раннего подъема, господа. Двигайтесь. Первое, что нужно делать утром, это тренироваться. Можете пойти в зал, ваша кровь должна бурлить. Я встретил множество успешных людей. Большинство из них тренируются, и большинство из тех, кто тренируется, делают это утром. Почему? Опять же, у них есть время на себя, и они не хотят его упустить. Они жаждут этого с утра. И когда вы первым делом тренируетесь с утра, вы заботитесь о своем теле. Следующий совет. Любите себя и награждайте. Сделайте себе подарок. Похлопайте себя по плечу. Наградите себя чем-нибудь приятным, когда вы рано проснетесь. Для меня это вкусный кофе с моей женой. Мы наливаем сливки, немного кокосового сахара для вкуса. У меня слюнки текут при мыслях об этом кофе. Помните, господа, главное прогресс, а не перфекционизм. В первую неделю получится проснуться в 3 дня из 7. Хорошо, это начало. Может быть, отойдете на шаг назад? Главное делать шаги в правильном направлении. Стойте, мы еще не закончили. Перед тем, как вы уйдете, оставьте комментарий, какие трюки вы используете, чтобы рано вставать. Что я упустил? Как мне сделать это лучше? Напишите об этом. И если вы нашли видео полезным, ставьте лайк, делитесь им с друзьями. Я это очень ценю, то, что мы создали на RealMan RealStyle. Я не стоял бы здесь без вас.